Давайте начнем с нашим встречи. Вы можете, пожалуйста, мне рассказать несколько слов по поводу проекта, который университет начинает реализовывать. Это очень важный проект, который связан с разработкой модели методического центра, направленного на формирование системы высшего инклюзивного профессионального образования. Это часть большой работы к реализации соответствующего комплексного плана, который разрабатывается в настоящий момент в Министерстве образования и науки Российской Федерации. И мы надеемся, что участие университета в этом проекте позволит продвинуть инклюзивное образование не только в системе общего образования, но и в рамках профессионального, прежде всего, высшего профессионального образования. Суть этого проекта является следующее. К настоящему моменту в разных регионах Российской Федерации накоплен в различных вузах довольно большой опыт по обучению студентов с ограниченными возможностями здоровья, по разным направлениям подготовки и для студентов с разными видами нозологических проблем. При этом, если посмотреть на то, является ли в настоящий момент высшее образование общедоступным для таких студентов, то, наверное, следует признать, что оно таково в настоящий момент не является или в неполной мере является. Потому что, если студент живет в каком-то конкретном регионе и рядом есть вуз, который давно интересуется и занимается созданием специальных образовательных условий для какой-то нозологической группы, это не означает, что ему повезет и что, так сказать, та группа, которой занимается этот вуз, будет совпадать с его проблемами. Это первое. Кроме того, выбор специальности и направления подготовки также весьма ограничен. И часто студент хочет получить высшее образование, хочет в дальнейшем заниматься соответствующим видом профессиональной деятельности, но выбор предлагаемых ему программ совершенно не корреспондирует ни с его интересами, ни с его предыдущей программой подготовки. Собственно, вот на повышение доступности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья, которая решила бы проблему географии, когда программы, которые интересны и доступны, находятся не в том регионе, где он проживает, а совсем в другом месте, а также выбор направлений подготовки и специальностей, расширения этого спектра и реальная доступность этих образовательных программ для любого студента с ограниченными возможностями здоровья. И вот, собственно, на решение этих двух основных задач направлен этот проект. Значит, в рамках этого проекта предполагается создание портала, который позволит дистанционной форме помогать вузам Российской Федерации, заинтересованным в создании специальных образовательных условий для студентов с ограниченными возможностями здоровья, размещать свои программы образовательные, сопровождать эти программы, фактически дополнять во многих случаях те образовательные программы, которые есть в той географии, в которой проживает студент. Одновременно с разработкой этого проекта в самой системе высшего образования Российской Федерации происходят очень существенные перемены, связанные с переходом к федеральным государственным образовательным стандартам следующего поколения. И этот процесс происходит очень стремительно и для вузов, являющихся организациями, которые обеспечат образовательные услуги, да и для самого министерства, для экспертного сообщества. И вот эти две вещи, видимо, нам придется в рамках этого проекта синхронизировать. О чем конкретно идет речь? Если в настоящий момент мы посмотрим на структуру компетенций, которые являются образовательными результатами в рамках любого федерального государственного образовательного стандарта, то мы там увидим некоторый список общекультурных компетенций, профессиональных, специальных, профессиональных. Он уникален для каждого направления подготовки. При переходе к проекту в ГОСА четвертого поколения, что, собственно, расширяется в настоящий момент, предполагается существенная унификация формируемых компетенций как внутри укропненной группы специальностей направлений, так и между укропненными группами специальностей направлений. В переводе на русский язык это означает следующее. Если у нас сейчас общекультурные компетенции по направлению психолога, педагогического образования и по направлению инженерной науки оказываются абсолютно разными, то при переходе к ГОСА четвертого поколения они будут в значительной степени унифицированы. Они, может быть, не будут идентичны, потому что есть личностно-профессиональные качества и требования к ним, которые предъявляются в разных окрупненных группах специальностей направлений, но уникальным образом отличающим их от других. Но в значительной степени они будут унифицированы. Это первая очень важная позиция. То есть, другими словами, любой студент, будет ли он будущим инженером, педагогом, не знаю кем, довольно существенную часть своей программы направлена на формирование того, что раньше называлось общекультурными компетенциями, а теперь будет называться универсальными компетенциями, он будет слушать ее одинаково. Это не значит, что он будет слушать одинаковый набор предметов, но это значит, что результатом освоения этого блока программы должен быть примерно одинаковый список универсальных компетенций. Как ВУЗ будет обеспечивать достижение формирования этого списка, это уже другой вопрос. Вообще говоря, относящиеся к компетенции модернизированных УМО, примерных программ и компетенции самого ВУЗа, который на этой основе будет строить свои собственные программы. Вторая часть унификации касается общепрофессиональных компетенций. У нас сейчас учитель начальных классов, учитель пения и учитель математики, обучаясь в разных направлениях подготовки, в рамках психолого-педагогического направления, в рамках педагогического направления, слушают довольно разный набор предметов, ориентирован на формирование у них разных наборов общепрофессиональных компетенций. Так как в основу этой модернизации закладываются требования профессиональных стандартов, а он в данном случае оказывается одним профессиональным стандартом педагога, то в той части, которая касается общего содержания педагогической деятельности, а не специального, связанного с тем учебным предметом или уровнем образования, который будет преподавать педагог, не будет одинаковые. Это означает, что, если у нас в настоящий момент каждое направление подготовки представляет собой такое собственное натуральное хозяйство, полностью обеспечивающее весь цикл подготовки и являющееся абсолютно своеобразным и отличным от того, что делается рядом в пределах той же УГСМ. Это в дальнейшем предполагает, что так не будет, что в пределах укрупненной группы специальностных направлений пакет общепрофессиональной компетенций, ну, например, для группы образования и педагогика, а это та группа, которая в большей степени занимается наш университет, он будет примерно одинаковым. А вся специфика будущего педагога, она уйдет в блок, который будет ориентирован на формирование специальных профессиональных компетенций. А в тех случаях, когда мы говорим о другом профессиональном стандарте, например, стандарте педагога-психолога, который в настоящий момент разработан, находится на утверждении в Министерстве юстиции Российской Федерации, там, так сказать, столь жесткой унификации, видимо, быть не может. Зачем мы вам все это рассказываем? Не только из общих соображений, но и из тех соображений, что это имеет прямое отношение к сути и содержанию самого проекта. Значит, создавая учебно-методический центр и портал, который будет тесно связан с его функционированием, можно по-разному выставить разные, так сказать, тактики и стратегии наполнения контентом этого портала. Но если мы хотим, чтобы этот портал со временем стал общероссийской площадкой, доступной любому студенту в любом регионе и с любым типом, так сказать, ограничений здоровья, то в этом случае целесообразно, видимо, выбрать такую тактику наполнения контентом этого портала, который будет учитывать все вышесказанное. В этой связи мы предположили, что оптимальным образом будет заполнение в ходе ограниченных, так сказать, временных возможностей, связанных с календарным планом этого года, прежде всего, сосредоточиться на формировании контента, связанного с теми учебными дисциплинами и их модулями, которые ориентированы на формирование общекультурных а в будущем универсальных компетенций. Это позволит в дальнейшем использовать такое содержание по сути любому студенту, вне зависимости от того, какую направленность или какую УГСН образовательную программу он выберет. Дальше у нас есть две возможности. Мы можем или придумывать полностью сами весь велосипед, или мы можем начать взаимодействовать с теми вузами, у которых есть хорошие разработки в этом направлении, выстраивая с ними какую-то формулу взаимодействия, которая позволит разработанные ими курсы, ориентированные на формирование общекультурных, или используя терминологию четвертого стандарта, универсальных компетенций, обеспечивая формирование, в том числе и за счет их разработок, этой части контента. При этом речь идет, естественно, о том, что такой университет в случае достижения с нами этой договоренности не просто выложит соответствующий курс, но и будет сопровождать обучение студентов в рамках работы портала. Вторая важная вещь. Нам надо не только обеспечить этот контент, который будет связан с формированием универсальных компетенций, но и диверсифицировать его с учетом разных мозологий. То есть, если мы выложим, условно говоря, курс истории, не потому что нам нужен курс истории, а потому что нам нужно сформировать благодаря курсу историю те общекультурные компетенции, которые станут частью любого в ГОСУ укропненной группы специальностей в направлении. То в этом случае желательно, чтобы он был адаптирован и к студентам с проблемой в опорно-двигательном аппарате, и к студентам с проблемами слуха, и к студентам с проблемами зрения. А это означает, что нам надо иметь как минимум три варианта этого курса, для того, чтобы при обучении по этим материалам мы могли обеспечить необходимые специальные образовательные условия, делающие эти курсы действительно доступны для этих категорий студентов. Поэтому задача первого этапа заключается в том, чтобы обеспечить таким образом формирование универсальных компетенций, а также, возможно, договориться с рядным вузом о том, чтобы они выложили некоторые курсы, связанные с фактически блоком профессиональных компетенций по их направлению подготовки, для того, чтобы, по сути, создать некоторое поле или пространство возможных выборов для слушателей, которые будут обучаться в среде портала, для того, чтобы они могли понять, что, собственно, им будет предлагаться в рамках направления или автоматизация, или инженерные науки, или гуманитарные науки и так далее. Есть ли какие-то вопросы по содержанию этой работы? Значит, если вопросов нет, если есть, я на них с удовольствием попробую ответить, если нет, несколько слов по поводу того, что вообще в этой сфере сейчас делается. Существует довольно старый приказ, не помню, какого года, про некоторый список опорных базовых университетов, которые специализируются на работе со студентами, имеющими статус инвалидов, студентами с ОВЗ. Этот список сейчас пересматривается, количество таких вузов будет сокращено с учетом того, что будут оставлены те вузы, которые действительно реально и эффективно работают в этой сфере. Кроме того, в этот приказ войдут одновременно целый ряд вузов, которые не попали в предыдущий приказ, но активно занимаются этой проблематикой. Мы надеемся, что наш университет тоже станет частью этой системы. Дальше, значит, представляется, что реализация этого проекта будет происходить двумя такими основными траекториями. Первое, это через среду этого портала, а второе, в пределах сферы ответственности каждого вуза в том или ином федеральном округе, который будет продолжать свою деятельность примерно так же, как он это делал раньше. Как мы считаем, то новое и полезное, что может получить любой вуз, расположенный в любом федеральном округе, если он начнет работать через среду того портала, который мы с вами надеемся, что нам удастся сделать, будет заключаться в том, что он существенно сможет расширить количество студентов, которые обучаются по направлению подготовки, которым занимается этот вуз, и студентов определенной нозологии, которые проживают в других регионах, но которые могут быть заинтересованы в получении образовательных услуг по этому специальному направлению. Следующая очень важная вещь заключается в том, что при работе в среде этого портала нам придется абсолютно перестроить всю технологию организации учебной деятельности. У нас появляется много дополнительных обязательств, у нас появляется цейкнот во времени, у нас не очень много ресурсов и временных, и финансовых, поэтому та модель деятельности, которая была общепринятой в университете на факультете дистанционного обучения, она в полной мере не сможет быть перенесена в среду этого портала. Мы не сможем для каждого нашего преподавателя по сути иметь отдельного методиста, делопроизводителя-секретаря, который сможет ему помочь в выкладывании материалов на портал и во взаимодействии со студентами через среду портала. Для студентов, которые будут обучаться в среде портала, будут, естественно, заведены личные кабинеты и в значительной степени работа преподавателей будет строиться путем прямого взаимодействия этих преподавателей и студентов в дистанционной среде портала. То есть, другими словами, это накладывает довольно существенные требования на ИКТ-компетентность наших педагогов. Я думаю, что Бронич на этом еще остановится специально, и мы попробуем, безусловно, помочь нашим преподавателям повысить эту компетентность, чем мы, собственно, много раз занимались, но мы не считаем, что эта задача решена. Но вот, коль скоро у нас здесь появляются довольно жесткие и такие важные требования, мы попробуем в очередной раз помочь преподавателям решить эту задачу. Я, собственно, в полной мере понимаю сложности этой работы, потому что тоже являюсь преподавателем и тоже испытываю массу трудностей, когда мне надо делать что-то на компьютере, тем более в среде портала. Но это не означает, что наличие этих трудностей освобождает нас от необходимости их решения. Так, есть ли у вас какие-то ко мне еще вопросы? Ну, только насчет трудоемкости. А насчет трудоемкости в чем вопрос? Будет ли эта деятельность преподавателя более временно затратной и более трудоемкой? Как нам оценивать эти перспективы? Вы говорите про проект или вообще? Нет, мы как преподаватели будем участвовать в основном в практической реализации. Речь идет о том, как деятельность через портал, будет ли она в строго определенное время, или мы должны выходить дополнительно на связь по желанию студии. Это очень важный вопрос. Я не знаю. Но я думаю, что бронезабронист должен быть, то есть у него не будет возможности, как у меня сказать, я не знаю. Если он сейчас не знает, то, значит, вы подумайте и как-то выработайте какие-то приемлемые параметры для деятельности. В любом случае, мне кажется, что ваш вопрос абсолютно закономерный, уместный. И, конечно, все правила и правила по времени и правилу по оплате этой работы, они должны быть всем понятны. И изначально проговорены. Я не уверен, что это сделано в настоящий момент, потому что масса вещей происходит параллельно. Но если это не сделано, то не потому, что это никого не интересует, а просто потому, что мы не успели это сделать. Но это не значит, что не надо вернуться к этому и еще раз это все обсудить. Но я хотел бы немножко, так сказать, более обстоятельно ответить на ваш вопрос уже вне контекста этого проекта. Вообще вся эта история сработает через дистанционный портал. Она касается не только реализации этого конкретного проекта, а мы собираемся коренным образом перестроить всю организацию учебной деятельности в университете, причем для студентов всех форм обучения, и прежде всего, как это может быть не странно, для студентов очных форм обучения. Мы считаем, что мы по-прежнему абсолютно перегружаем учебный процесс лекциями вживую. И мы считаем, что у нас наши студенты очень мало делают, что сами. Они очень мало читают, они очень мало думают, они очень мало пишут. А мы, в свою очередь, следовательно, еще меньше разбираемся с тем, что они надумали, написали или спроектировали. Поэтому мы собираемся довольно сильно перестроить весь учебный процесс. Мы не будем уменьшать количество лекций, но мы значительную часть лекций выведем за серку часов. В электронную среду. Но мы собираемся повысить, наоборот, интерактивность. То есть, живого времени на общение со студентами мы планируем сделать больше. Но использование его, как нам кажется, надо сделать более осмысленным. То есть, оно у нас сейчас очень такое квадратно-гнездовое. Мы стреляем по площадям и думаем, что мы передаем при этом знания. На мой взгляд, мы ничего им при этом не передаем. Ну, уж знания точно. И уж тем более способы будущей профессиональной деятельности. И меня мало кто, видимо, сможет убедить в обратном. Но это не означает, что мы будем сокращать аудиторную нагрузку. Мы в каком-то смысле будем увеличивать. Но она будет гораздо более, как нам кажется, осмысленной. Она будет по поводу того, что студенты сделали. Это нас приводит к другой теме. А что они, собственно, сделали, что происходит со студентом, если он ничего не сделал. Если он ничего не сделал. Раз, два, семестр, два, год и далее. Анализ наших данных по активу наших студентов показывает, что фактически во многих случаях можно вполне доплестись до финишной прямой. Вообще говоря, не особенно когда-нибудь начав что-то делать. Поэтому я думаю, что это неправильно. И мы будем ориентированы на то, что мы не будем смягчать требования, а наоборот их увеличивать в учебной деятельности студентов. Я рассчитываю, что от всех наших студентов, тех, которые не будут соответствовать этим требованиям, не будет измеряться двумя-тремя процентами, как это происходит сейчас. Если это происходит сейчас, так, два-три процента, это значит, что они не учатся. Поэтому мы, с одной стороны, будем интенсифицировать самостоятельную деятельность студентов, но мы не сможем это сделать, если мы параллельно не будем проверять результаты этой деятельности, а, следовательно, не выделять для этого соответствующие бюджетные ресурсы в оплате труда педагога. Я, на самом деле, вам, как вы понимаете, ничего нового не говорю. Говорю довольно банальные вещи. Проблема, однако, случается не в том, чтобы сказать что-то такое сверхоригинальное. Проблема в том, чтобы это стало частью наших реалий. К сожалению, вынужден констатировать, что пока это в малой степени даже таковыми не стало. Я так понимаю, что этот проект, он как-то финансируется. Можно ли пересмотреть в нем, например, такую вещь. Мы в течение трех лет по НИГу ставили специальные учебные пособия для студентов и факультета ДО. Там был учебник по английскому и ТУФУ, грамотинку и учебный технический перевод. Мы можем создавать только по сути, как преподаватели английского языка. Мы можем создавать контент. Мы не можем фактически его превратить в полноценный учебник в системе Ленинг. И тем более, как бы, трансформировать его, например, под разные нозологии. Вот нам нужны, например, начитчики, которые какую-то часть материала в этих учебниках просто начитают. Для, например, слабовидящих или совсем невидящих детей. У нас таких возможностей финансовых, к сожалению, нет. Мы могли бы продолжить эту работу и включиться, вот скажем, уже на этом уровне, например, в апробацию наших новых учебников на тех студентов, которые появятся. Как это можно сделать? Во-первых, английский язык или иностранный язык... Он не попадает туда, да? Нет. Почему? Я думаю, что он попадает туда. Я не уверен, что мы это сможем сделать и будем делать именно в рамках проекта сейчас. Я не видел полного спектра этих дисциплин, но мы это можем обсудить отдельно. Но я бы сказал по-другому сказать, что, смотрите, для тех, кто не смотрит телевизор и не читает газеты, я могу сказать, что, значит, я не знаю, там, криз у нас или нет, но, значит, экономическая ситуация такова, что она не предполагает фонтан от денег по любому поводу, так сказать, по всему периметру. Я думаю, что это, так сказать, видимо, понятно, да? Значит, дальше. Все происходящее происходит во время, когда в мире и в России в том числе произошел существенный переход от неких деклараций о намерении в этой сфере к реальному опыту создания открытых, да, общедоступных курсов. И как мне кажется, наша задача как университета, она от них не заключается в том, чтобы продублировать все на свете, попытавшись сделать это лучше, чем это сделал кто-то. Я не очень понимаю, зачем нам брать на себя такой груз ответственности при столь ограниченных ресурсах и в условиях таких дефицитов времени, кадров и так далее. В то время как некоторые наши коллеги из других вузов вполне себе формируют образовательные программы и магистров, и аспирантов, кстати, используя общедоступные ресурсы и российские, и зарубежные. Объясняю, можно. Проблема заключается в следующем. Мы не можем, например, писать программы для любых курсов, если это учебного пособия нет у нас в библиотеке. У нас возможности в библиотеке, особенно последние два года, не до финансирования, как бы на покупки, не очень хорошие. Мы набираем магистрантов, у нас не почему их учить. Для дистанционников английский язык, так же, как и для очной формы обучения, требования профильные английские, специальные английские. Нет ни одного учебника грамматики, в котором упражнения были бы на грамматическом материале, который набран из психологических текстов. Практически нет полноценного нормального учебника для студентов-психологов адекватного. И тем более нет такого учебника, технического перевода на профессиональном психологическом материале. Мы в этом смысле могли бы просто создать учебники для... Ну, мы их создали, нам их теперь надо довести до ума для доошников. Если я правильно понял, то, что вы говорите, вы сначала довольно развернуто аргументировали позицию о том, что таких учебников нет. Дальше я уже, пока вы договаривались, стал считать, сколько же у нас существует в России образовательных программ подготовки психологов, а заодно и педагогов. Подумал, какой невероятный рынок вы, можно сказать, создали для своей разработки. И уже порадовался по поводу того, что ваш такой учебный методический комплекс в электронной форме будет востребован в столь значительном списке вузов. Но что-то вас, видимо, останавливает. Останавливает то, что мы написали контент, мы его не можем превратить в учебник. У нас есть колоссарий, его надо видеть в всплывающих окнах, гиперссылок, программировать. Мы этого не умеем. Будем организовывать старт-ап. Хорошо. Будем вас соединять с программистами и специалистами по всплывающим окнам. В обычный фирмок точно не пойдем. Есть ли какие-то еще вопросы? Вопросы есть. Всех, конечно, интересует. Я говорю прямо, вопрос оплаты этой работы. Потому что технически наполняет. А что мне скрывать? Понимаете, мы договорились. А в этом нет ничего. Все понимают, что работа очень интересная. Она нужна. Мы без этого дальше двигаться не можем, потому что это реалии, и мы все находимся перед этими реалиями. Но наполнять портал технически – это время затратно. Все это тоже прекрасно понимают. Я этой работой занимаюсь еще на другой площадке. Я знаю, сколько это технически надо. Это первый вопрос – оплата. Если нам четко скажут на сегодня, это столько, это столько, это столько, мы скажем, да, мы даже за такие деньги будем работать. Ну да, если мы не скажем, мы скажем. Понятно. И второй вопрос, он очень серьезный – авторство этого материала, который мы туда выкладываем. Одно дело, да. Одно дело я читаю общеизвестные дисциплины, а другое дело я читаю авторские курсы. Мы разрабатываем рабочие программы, фосы, мы не публикации не имеем, ни отметки, что это сделано, ни оплаты, понимаете, это мы делаем, вот, ну, надо. Вот. А у нас у каждого по несколько таких курсов, опять там и больше. Вот авторство – это работа. Будут у нас какие-то документы, что мы это разработали, или это будет собственность вуза, вот, как это все делается. Ну, я даже, смотрите, вот, ну, я не знаю, как это будет сделано, но я скажу с вами, как это, наверное, будет делаться, да. Значит, я считаю, что, конечно, мы будем очевидным образом заключать договора о передаче прав на какой-то период времени, да, для деятельности портала использования внутри университета в учебной цели. Мало того, я даже хочу сказать, что даже если бы мы, например, не хотели заключать такие договора, я плохо себе представляю, как мы могли бы разместить там какой-нибудь курс, наш или не наш, без такого договора, потому что он бы очевидным образом был интерпретирован как грубое нарушение авторских прав. Поэтому я бы даже сказал так, что, если вы вдруг передумаете, так сказать, заключать соответствующий договор, то мы вряд ли сможем тоже передумать, потому что нам он нужен, иначе, так сказать, мы не пойдем там соответствующие проверки разных контрольных организаций всяких. Это первое. Второе. Значит, по поводу оплаты я вам точно сказать не могу, но я могу вам сказать, чем мы будем руководствоваться. Мы будем руководствоваться следующей вещью. То есть, например, если нам поступит предложение, условно говоря, из Владимирского какого-нибудь государственного университета, да, разместить этот портал, условно говоря, за x рублей, и сопровождать там в обучении 10 студентов. А если мы будем сами это делать с помощью, так сказать, наших коллег, и нам это обойдется, там, я не знаю, не в x, а в 5x, то, соответственно, мы выберем, так сказать, x. Во-первых, потому что нам надо... Это ведь портал, как бы, так сказать, ну, мы его так планируем делать, не порталом, а МГППУ. Да, мы в данном случае пытаемся, так сказать, соответственно с госконтрактом создать некоторую платформу, которая, кстати, может быть, будет даже не единственная, но общедоступная для студентов, и которая позволит агрегировать там не только те содержания тех курсов, которые мы сами можем сделать, но и те, которые существуют в других вузах. Если мы сейчас в условиях цитнота и дефицита средств не сможем провести быстро и эффективно переговоры с большим количеством университетов и наполнить это их уже готовыми разработками, кстати, тоже на договорных условиях, которые станут предметом нашего обсуждения, то мы будем вынуждены, так сказать, это делать сами. Но вот это слово вынуждено, я хочу, чтобы вы на него обратили внимание, потому что, в общем-то, смысла большого в этом я не вижу. По факту, скорее всего, таких курсов, которые там окажутся и которые станут именно, так сказать, предметным результатом наших разработок, будет, наверное, довольно много. Что, на мой взгляд, наверное, будет не очень правильно. Но если их будет много, то это просто результат, ну, там, цитнота и невозможности быстро, так сказать, решить это в процессе сложных согласований с разными другими юрлицами. Но в целом, на мой взгляд, контент должен быть межуниверситетский. И, кстати, вариативы. Я никакой проблем вообще не вижу, если там будет не один курс, а там в перспективе пять курсов истории. Тем более, они могут быть не только, так сказать, пять, потому что они для разных, ну, залоги, но пять, потому что мы создали... Хочешь выбрать такой курс истории, слушай. Если тебе нравится вот этот, так сказать, преподаватель, или этот университет, или это курс истории, адаптированный, там, не знаю, подгруппу гуманитарных маук, мы прекрасно, вот тебе эта опция, выбирай, слушай. Ну, и в связи с этим тоже встает вопрос о плагиатах. Значит, да, вот вы сказали, х или 5. Вот представьте себе, уважаемый там Владимирский или еще какой-то университет наполняет портал, где моя любимая Людмила Филипповна. Здесь есть вот, берет учебник Филипповый, и наполняет раздел лекции, этими главами из этих учебников, и вам предоставляет. Вот за их, я вам их продаю. Как здесь поступать? Очень просто, вы же знаете, это же госконтракт, я не знаю, если вы не знаете, могу рассказать, да, но вся продукция по госконтрактам проходит проверку на антикордеон. Поэтому здесь нет никакой проблемы, если, так сказать, данная продукция, да, не обладает вашим количеством оригинального шекса. Совершенно верно, да. Это хорошо. Если больше нет каких-то принципиально важных вопросов, а есть какие-то, которые мы можем потом в рабочем порядке решить, или решить там во взаимодействии с Бронис Броневичем, то тогда я, с вашего позволения, отклонюсь, потому что я должен бежать на совещание. Очередное 125. Хорошо, сейчас я продолжу тогда некоторые важные моменты. Хорошо. Сразу хочу сказать, что больше вопросов, чем ответов, вот, потому что это все в процессе становления, развития, но несколько таких базовых вещей. Буквально на днях было совещание, что наш университет начинает создавать информационно-образовательную среду, портал. Во всех ведущих вузов электронный портал и так далее является уже давно созданным, а мы не так. Это связано все с тем, что ввели акклипционные показатели наличия электронного образования и дистанционных образовательных технологий. Хотим, не хотим, уже, говорю, 20% мы программ должны реализовывать на основе дистанционных технологий. Второе, доступность среды является акклипционным показателем любого заведения. Сейчас многие вузы могут очень сильно пострадать при аккредитации по этим показателям. Сейчас вузы очень активно интересуются к нам, неоднократно приходили гости с разных вузов, они интересуются дистанционными технологиями. Поэтому, хотим, не хотим, мы в этом направлении в любом случае придется идти. Сейчас получается так, что у нас 12 факультетов, 12, вот, и ФДО. Мы этим уже занимаемся много лет, но это нужно распространить сейчас на весь университет. Тот опыт, который у нас может быть использован для создания этой системы, вот, но сейчас придется уже многим об этом думать. Хотят, не хотят, никто этого вообще спрашивать не будет. Тем более, что аккредитация идет очень жестко. Очень жестко. ГИУ сливает с МАМИ и директор, замдиректора Института дистанционного обучения мне говорит, в марте к нам по всем филиалам едет комиссия Рособнадзора. Дана команда, 80% филиалов закрыт. 40% вузов слит. И так далее. Вот показатели, которые очень трудные, скажут бассейн, это может быть в каждом вузе, и завтра никуда деваться, правильно? Вот, бассейн нашли, завтра закрываем вуз. Или количество иностранных студентов в вузе. Для гуманитарного вуза это нерешаемая задача, правильно? Для технической это просто. Поэтому, смотрите, то, что придется в вузу, хочет, не хочет, в этом направлении двигаться, это однозначно. Дальше. По поводу самого проекта. Суть следующая. Картинку мою, Семен, можно тогда показать? Мы 12 лет занимаемся проблемой дистанционного обучения и людей с инвалидностью. Если мне 10 лет тому назад сказали, делайте дистанционное обучение, и сказал, в гробу я вас видел. Потому что это настолько сложно. Я, как декан, завидую деканом дневного отделения. Книжки купили, наняли преподавателей, составили расписание, и процесс идет. На втором курсе одного факультета, когда читал педагоги, куда в задании студентов начально писать, если бы быть деканом факультета, мне три руки поднимаются, и говорит, мы не можем выпустить. Говорю, а это что, вы не знаете декан? Говорят, ну я только когда зачетку мне вручали, я только тогда видел. Больше я не видел. И так далее. То есть у них нет такой непосредственности. В дистанционном здесь обратный связь, постоянно мы должны быть. Это совершенно другой уровень напряжения. Кроме того, я не говорю о том, что мы потратили 10 лет на создание электронных учебников. Это еще не конец, и надо развивать под разные залоги. Это другая жизнь. Естественно, что мы экономику разрабатывать не будем, юриспруденцию мы не будем. Но многие студенты хотят не только психологию изучать, хотят экономику. К нам часто приходят, говорят, а я хочу юриспруденцию изучать. Не подскажете вуз, где? Я профессора Александра Александровича Андреева, ведущего эксперта по дистанционному обучению, и терроризирую, скажите вузы, вот профессор здесь, вот, говорю, скажите вузы, где могу я направить абитуриента. Выбрать очень мало есть. Поэтому идет речь, что есть вузы, мы сильны психологии, мы этим много себе потратили. Есть вузы, которые сильны в экономике. Другие юриспруденции. Нет смысла каждому вузу разрабатывать весь сектор дистанционного формата. Даже небольшая в Финляндии объединила 30 вузов, сделала ассоциацию как консорциум вузов, и студент, приходя в какой вуз, может учиться совершенно по-другому. Он приходит в вуз, но, извините, возрастной психолог он покупает в другом вузе. Если ему интересна психология управления, он покупает этот курс в другом вузе. Ассоциации договариваются, мы друг другу доверяем. То, что он с нас зачет и экзамен, мы зачтем у себя. То есть система открытого образования. Это принципиально важный, это другой подход. Вот, по инвалидам, интересный опыт в Юре, в Японии. В ЦУКУПе создан университет, где студент поступает туда, и там интегрированы все образовательные программы для людей с инвалидностью. У каждого вуза создает отдельно. Южная Корея тоже пошла по этому пути. Наш университет давно хотел пойти. Сейчас, получив такой, мы давно при этом думали, получив такую возможность, видя гранта, мы создаем площадку, но площадка федерального уровня, не МГППУ. Вот, федерального уровня, и вокруг этой площадки объединяем вузы, чтобы каждый вуз пришел со своими программами, чтобы сделать площадку для людей с инвалидностью. Для многих вузов это прекрасная возможность, шаг со шагом, понимать, что такое ДО и как учить студентов. Университет, участвовав в этой работе, получает опыт, сперва на небольшой выборке студентов с УВЗ по поводу понимания судей дистанционного и оносваивая технологии. Тем более, что многие на вас вообще пришли с коррекционной педагогии, психологии. Правильно? Там утонченный ум, там чувство другое, понимание людей, технологии там другие. А потом всегда они переходят в обучение словно здоровых людей, как говорят мои студенты с инвалидностью. Вот, то есть мы становимся в этом плане, в такой площадке, где мы начинаем организовать взаимодействие разных вузов. Это стратегически перспективное направление. Этого никто еще вообще не делал в России. Это стоит делать хоть для людей с инвалидностью, правильно? Вот, потому что у них выбора нет. У меня есть студент первого курса, который настолько цементен. У нас одному предмету, там вместо четырех было сейчас два часа. Ну, из-за болезни преподавателя. Он мне в скайпе вечером пишет. Борис Борисович, два часа только сегодня было. Я говорю, Александр, вы не переживайте, у вас 32 семинарских занятий, у вас будет много. Говорит, я хочу быть профессионалом. Я стремлюсь к образованию. Штрат Александр. Вот образец в первом курсе, так он целеустремленный. И есть такие студенты, есть и лентяи, есть люди, которые хотят учиться. И наша задача дать возможность им получить образование. А многие вузы сейчас, естественно, не готовы. В Алманске университет 65 корпусов. Старые корпуса. Ну, их не приспособишь, лифты не поставишь, правильно? На Шерепиху, представьте, на первом курсе кто-то поехал на коляске. Ну, никто не сможет. То есть мы ограничиваем права человека поучить образование. Мы должны делать то, чтобы им поучить. Вот, как задумывается сам проект. В этом году мы должны учить 75 студентов плюс из 15 субъектов плюс. Не менее 6 месяцев. По госзаданию мы должны организовать в сетевом варианте образовательный процесс. 75-15 субъектов и проживающих студентов 6 и 8. Когда мы получили это задание, мы были в шоке, не понимали, что с этим делать. Единственное, нас спасает, что у нас своих студентов сейчас 90. Вот, уйдут пятый курс, они там 75, вот, и у нас 10 субъектов. Если бы мы своих не было, бы мы эту задачу не решили за столь шатые сроки. Что так мы решили построить? Вот ту концепцию, которую начал излагать Аркадий Динжойс, это следующее. Первая группа, как бы, общекультурные компетенции, которые скоро превратятся в общеуниверсальные компетенции в ГОС-4. Это уже будет другой, это следующий шаг. Пока так называйте. Следующий блок, это общепрофессиональные компетенции. И третий блок, это специально профессиональные компетенции, которые на боковриятие отражают профиль. Общекультурные компетенции формируются с помощью логика, философии, правоведения и так далее. Чентельменский набор, набор из первого-второго блока. Вот, а общепрофессиональные, здесь уже идет по третьему блоку, может быть, там психология, там юриспруденция, экономика и так далее. Естественно, что на сажатые сроки мы пошли по главному пути вот этому. Мы начали набирать студентов разных вузов первого курса, как правило, которые изучают на втором семестре вот эти предметы. И мы можем их на портал завести, и когда наши студенты учатся, вместо их подключить к нашим предметам. То есть 40 студентов из других вузов, которые уже к нам подключаются, они будут в основном изучать вот эти предметы по 2-3 предмета из этого блока. Вот, это первый вариант. В будущем, как бы мы должны, вот этот весь блок наполнить современным содержанием, учитывая тринозолонию. С этим у нас проблема, потому что мы эти материалы брали с РУДЭ. Они разрабатывались с 2000 до 2-го года, в 3-м году, когда предложили 10 предметов на съезд, вот Марина Волл, дочь космонавта, Волка моя подружка, вот, из РУДЭ. И они имели гранты, разрабатывали историю и так далее. Но это было еще 2001 год, 2-й год и так далее. Материалы могли устоять, и еще не соответствует современную. Сейчас нам стоит задача, как делать современное содержание, вот здесь, по этим предметам, и еще учитывать тринозолонию. У нас больше для опорников, которые слышат и видят. А дальше для незрячих, слабовидящих и проблемы слуха. Правильно? Да. Значит, смотрите, пока держите вопрос, скажу, потом смотрите. Хорошо? Я сейчас, как я, концептуально. То есть мы должны вот эти, проверить эти материалы, их наличие, качество этих материалов и так далее. И дальше адаптировать к разным залогам. Если у нас нет, мы можем купить, мы можем разработать, или те, которые есть, адаптировать к другим нозологам. Можно оплачивать работу, какую? Адаптация имеющихся под разным нозологам. Если у нас есть для опорников, да, то мы можем для незрячих или слабовидящих, да, адаптировать. Это можно из грантовских денег оплачивать. После сдачи отчета приходит счетная палата и проверяйте расходы. Мы не можем другим вузам оплачивать обучение, потому что у них обучение уже заложено. Некоторые вузы говорят, а что нам из-за этого будет? Говорят, оплатите, ты тогда, подождите, если мы вам переводим деньги на дополнительную оплату ваших студентов, а у них уже заложена оплата, бюджета получается двойная оплата. Следовательно, и вы за решетки сядете, и мы сядем. Поэтому мы не можем так поступать. И так, говорит, пропадает интерес. Говорят, а зачем нам это надо? Вот, то есть проблема возникает. Ну окей, смотрите, это первый вариант. И вот то, что наша задача сейчас именно большинство сюда подключается, начинает слушать и тому подобное. Прекрасно мы понимаем, что это процесс очень сложный. Студенты разного воспитания, разные формы обучения, разные компетенции, разные отношения у руководителей и так далее. Вот. Некоторые подключаются, мы только понимаем, что до конца не всех и сохраним. Уже на первой встрече один студент говорит, а можно выйти с проекта? Тем более, что мы этим вузам не командиры, а не федеральные, мы муниципальные, нам труднее это делать. Министерство особенно в этом плане говорит, ну ваш грант вы выполняете. То есть нет министерских указаний, что должны и так далее. Мы должны решать. И мы приходится на личных отношениях и тому подобное. То есть мы очень много потратили сил, чтобы набрать 40 студентов. И не факт, что мы 40 поведем до конца. Уже некоторые смотрят, что им придется напрягаться больше, работать, они все готовы работать. Следующий блок, общепрофессиональный. Вот на эту площадку разные вузы могут прийти со своими программами. Психология, экономика, юриспруденция. И выложить свои материалы и курировать это направление. У нас было предварительно, как говорится, Владимирским госуниверситетом. У них автоматизация, незрячие студенты, слабовидящие, слышащие студенты. У них автоматизация. Экономика, юриспруденция нам предложил Южноуральский университет. У них дистанционно учатся 1200 студентов, 12 студентов с инвалидностью. Но директор очень цитивный, энергичный и так далее говорит, я могу вот эти площадки заполнять. То есть идет то, что на федеральном уровне может возникнуть задача, базовые какие направления подготовки. Вузы выбираются, которые будут этим заниматься. В настоящее время мы сюда выкладываем психологию. Это третий, как правило, курс, четвертый курс. И если студенты есть психологи или психо-капедагогическое направление других вузов, то говорим, вот подключайтесь сюда, возрастную психологию, специально психологию. И так далее вот сюда у нас изучайте, да. Вот. Южноуральский университет по экономике и респруденции выкладывает по 2-3 предмета пока. Их преподаватели будут вести здесь. Мы приобретаем очень нужный опыт. Вот здесь, да. Они приобретают опыт. Если мы объединяемся в ассоциацию, мы можем контролировать качество образования, мы делимся опытом. Ведь каждый вуз не сможет разрабатывать методологию обучения людей с инвалидностью. У них нет ресурсов, правильно? У них нет психологов для сопровождения. И так далее. Чем дальше, тем сложнее будет с финансированием. Мечтать не вредно, что нам добавить. Никаких денег не добавят. Нужно же интегрировать ресурсы, делиться опытом. Тем более, что, допустим, мы гуманитарный университет, нам проще понять психологические особенности обучения людей с инвалидностью. А Мнолбаманский университет нам неоднократно делал претензии говорить, что вы гуманитарный университет. Мы то понимаем, как технически учить, но нам не хватает знаний психологических. Вот вы нам говорите о психологических особенностях обучения людей с инвалидностью. То есть смотрите, на этом вот здесь у нас пилотажный вариант, мы выкладываем психологию, мы в Южноурадске выкладываем экономику и респруденцию. Больше пока ничего нет. Для начала хватит понять, как это строить. Не исключено, что этот грант может получить продолжение внедрения. На данном этапе называется создание модели апробаса. Это прелюдия к внедрению. По ТСЗ пятый пункт направления это разработка методологии внедрения. В результате мы должны прописать весь пошагово, как внедрять такую идею. Вчера в министерстве было совещание по поводу инклюзивного образования. Мы были приглашены, входим в четверку вузов, которые будут обсуждать эти многие вопросы. Там уже стоит позиция. Комиссия по делам инвалидов установила министерство разработать программу повышения доступности образования следователей с инвалидностью. И четвертый пункт стоит создание учебно-методических ресурсных центров в 2016 вузах. То, что я говорил, что будут вузы определены, новые вузы. 29 вузов, которые были назначены в апреле 2010 года, они не оправдали надежды. То есть сейчас пересматривают, нет, берут там 16 и только им делегируют. Среди них может быть ситуация, когда по сетевому взаимодействию вот эта площадка, которую делаем, будет объединять эти 16 вузов. Сейчас уже региональные вузы, Ташкортостан, республика, у них есть ассоциация электронного образования. Говорят, мы хотим консорциум делать у себя. То есть здесь идет речь о возможности создания консорциума ведущих вузов под обучение студентов с инвалидностью на основе дистанционных технологий. То есть это моя форма организации, реализации образовательных программ, которая заложена сейчас в законе об образовании. Вот. Следовательно, мы здесь спас про это, мы еще не думаем. И так далее. В ГОС-4 что-то еще тратить, но идея такая, что выбрать стратегически перспективное направление, что перейдет в ГОС-4. Нравится он нам, не нравится, но придется по нему жить. Следом, мы должны методологию заложить такое, которое получит реализацию уже в ГОС-4. Вот так. Так. Поэтому вот эта идея, которую Аркадий Шоунинс как раз развивает, и мы как бы ее начинаем реализовать. Итак, 75 студентов, 15 субъектов, и мы должны учить не менее 6 месяцев. Вот это одна из базовых задач, которые мы решаем. Для этого создан портал, создана электронная среда. Скоро Семен Юрьевич и Луиза Нурдиловна покажут, что там есть и какой идет движение. Значит, в этом году из пяти это первая задача. Вторая задача провести 5 семинаров по 3 дня по 15 субъектов представителей не менее 100 человек. Представляете, каждый второй месяц мы по 3 дня должны приглашать представителей не менее 100 человек из разных субъектов. Первый такой семинар уже пройдет 26-го, 7-го, 8-го февраля. Этот семинар проходит по тегидам Министерства образования. Называется он «Дистанционное обучение в инклюзивном образовании». Сейчас мы, естественно, много уделяем внимания инклюзивному образованию и попросили объединить дистанционное обучение и инклюзивное образование. Вот, в нашем субъекте это будет проходить. В апреле у нас будет вторая, в июне третий семинар, так по 3 дня. Задача тоже не слабая. Вот, по большому счету можно сказать, здесь включено 5 грантов, 1 грант по объему работы. Вот, ну, пиваться некуда в университете, я уже писал вам, что заплатил 4 миллиона в счет Министерства за то, что выполнил. Если наш университет не выполняет, теряет 4 миллиона, теряет, то есть занял стойку, платит, да, и так далее. То есть обратного пути нет. В Теориусе надо это делать. Но это стратегически перспективно. Это очень важно, да. Ну, я понимаю, что мы не знаем в декабре вообще, что даже по финансам будет, да. Вопрос простой. Да. 75, ну, из 15 веков, я понял, сейчас про полгода я думаю, задумался. Получается, мы выкладываем какую-то часть материала, правильно? Да. А каким образом будет рассчитываться вот эти полгода фактически? Я, как студент, получающий образование дистанционно, могу получить это образование полугодовое в течение недели, ну, условно говоря. Каким образом вот это? Мы полгода должны регулировать саму организацию этих мероприятий? Значит, ситуация следующая. Учитывая, что в разных вузах разные подходы к обучению. Если заочник две недели как бы учится, полгода дурака валяет и две недели как бы учится, да, это не образование, продажа дипломов в открытом виде. Вот. Есть вузы, которые строят так. Студенты никаких вебинаров, никаких очных занятий, только доступ по логинам и паролям к образовательным ресурсам, а дальше зачеты экзамена в виде тестов. Это еще более открытая продажа дипломов. Это не образование. Вот мы возимся каждый день и сталкиваемся с колоссальными проблемами, их контролируем, пытаемся и так далее, и то трудно. Если их оставить вообще, то они понимают, что тогда из этого получается, да. Вот. У них есть такой подход. Мы не сторонники этого. Мы что предлагаем? Ведь тех вузов, которых вообще нет, или очень мало есть, или даже очники, мы подключаем к нашим вебинарам. Лекциям и вебинарам. И они будут идти по нашему расписанию. Вот как у нас есть, в течение полгода они будут работать в нашем режиме. Я просто на будущее, просто чтобы понять, вот на будущее, там, например, Уральский, или мы создаем какой-то блок типа психологии, и я плачу вам деньги за то, что хочу просмотреть все вебинары, все лекции, я же могу... Ну, скажем там, студент может, ну, сейчас все это бесплатно входит в рамках гранта, да, в будущем может это получить идею открытого образования, да, и так далее. Если это коммерческий студент, если человек с инвалидностью, как правило, учится на бюджетной форме. Мы можем тратить деньги на обучение, если к нам приходят из другого вуза, и мы проводим вот эти занятия с ними, контроль и так далее, вот тогда мы это можем оплачивать, потому что мы тратим, да. Этот вуз должен подумать, как он отчитается за свои бюджетные деньги, и так далее. Там, как бы, много еще неопределенностей, пока по ходу все... Еще в отношении вашего, ну, и нашего университета, смотрите, у нас есть КПЦ, контрольные цифры приемы, по которым у вас есть определенная льгота. Может ли университет рекомендовать, принимая документы там, ну, принять по нашей форме, ну, по нашей форме экзаменов, принять там, для того, чтобы он стал вашим, чтобы расширить субъект для нас, ну, то есть по дистанционному... Значит, ситуация следующая. Вот, как вы сказали, когда мы обсуждали с некоторыми университетами перспективы, зачем им это нужно, он объясняет, ну, допустим, там, автоматизация, да, в Вадимский университет. Ну, сколько нужно для регионального уровня, да, по этой специальности. Но если ВУЗ переходит на федеральный уровень, на площадке и отработанной технологии, то он может получить контрольные цифры приема значительно больше, чем сейчас. Потому что он тогда получает возможность учить студента по стирке. Вот, и тогда ВУЗу выгодно. Ну, по набору пока не обсуждается этот вопрос, еще не до того. Окей, следующая ситуация. Вот, смотрите, мы создаем, вот сейчас начинаем, будет меняться специфика работы преподавателей. Сейчас пока мы не всех втягиваем. То есть мы хотели сперва всех наших преподавателей, мы психологию взяли, поэтому хотели всех студентов перевести сюда. Но это значит, что нужно около 40 преподавателей переводить в новый режим. Что значит новый режим? Если сейчас, как поводится, мы дали диски студентам, есть расписание, преподаватель ходит по расписанию на интернет-лекции или трансляции лекций, или семинары, да, и контрольные работы студент присылает, мы вам распечатываем или отправляем, вы их читаете, и так далее. То есть преподаватель не работает в электронном деканале. Вполне это, как бы, мы понимаем, что это не очень хорошо, но понимаем, что и нормативы оплаты не заложено все это, да. Если там работа, да, потребуется больше времени, компетенции и так далее. Вот. В экспериментальном порядке нам придется те, мы впервые туда включили в общее взаимодействие, те предметы, которые будут изучать все студенты. Социология, там философия, культурология, наши и другие. Следовательно, наши преподаватели должны работать в другом режиме. Каком? Значит, там будет, как бы, основная страница, это предмет. Социология. Там электронный, Семен потом покажет. В социологии, там, преподаватель заходит, как его личный рабочий кабинет и образовательный пространство. Я уже пока. Да, сейчас. Там вы будете, вы будете, там мы выложим все материалы, потом вы будете докладывать, и вы будете там докладывать необходимые материалы, ввести форум, отвечать на вопросы студентов. Там будет расписание, ну и так далее. То есть, это предполагается, что мы там работаем. Студент заходит в это пространство, в этом пространстве есть расписание, все материалы он там делает. Сейчас это вольне. Нам не было такой необходимости, потому что все материалы мы раздавали на 9-10. Мы будем устанавливать какой-то график именно работы преподавателя. Мы, условно говоря, конечно, все понимаем, что это хранит студент. Он напишет там, ну, условно, в 12 часов ночи, условно. Но я смогу в связи там с работой, ну. Я понял. Смотрите. Значит, регламент работы в новом формате мы будем поэтапно прописывать. В результате всей работы мы должны выдать серию регламентов, бизнес-процессов, методических рекомендаций по разным назвологиям, по разным аспектам. То есть, мы в результате нашей опытной экспериментальной работы должны выдать море разных. Сперва сами понять, как это строить, научиться, правильно? Дальше понять, как других учить. Потому что у нас еще один пункт повышения квалификации. Преподавателей других вузов. Вчера обсуждался вопрос о том, что будут выбраны базовые вузы для повышения квалификации преподавателей в ближайшее время. И только они будут заниматься повышением квалификации по данной проблеме. Не исключено, что мы можем попасть по поводу дистанционного сетевого учения, да? И так далее. Где они будут повышать свою квалификацию. Следовательно, вот смотрите, возвращаюсь здесь. Вот мы не все преподаватели ключевские. Мы уже сказали, что мы вас включаем в новый режим. Вы здесь будете заходить, там будете создавать пространство. Вы включаете дополнительные материалы. Здесь проверка знаний. Мы вам работы не распечатываем. А вы зайдя сюда, смотрите работу, пишете рецензию, отправляется на студенту. По большому счету, так должно быть. Другое, что мы не могли позволить, потому что другие факультеты этим не занимались. Преподаватель до шести работает в одном режиме, после шести в другом режиме. Правильно? И так далее. Это теометрально противоположный вариант. Следовательно, мы раньше не могли сказать, вы должны. Мы не могли оплатить это. Значит, мы должны нормативно правовую пазу подсматривать. Оплату преподавателям. Преподавателям. Ну и так далее. Там очень много вопросов, которые мы должны делать. Сейчас пока мы больше делаем на уровне энтузиазма. Должны понять, как это строить. Мы не можем знать, насколько это будет стоить. Ну и тому подобное. Но по ходу мы должны думать, как может быть вознаградить преподавателям работу в новом варианте. Пока мы не понимаем, что будет. У нас первое секвестирование уже прошло в январе. Вот, первое секвестирование на 10%. А там следующий есть пункт, что министерство оставляет право за собой следующее секвестирование. А до декабря мы не понимаем вообще, что нас ждет. Правильно? Поэтому очень трудно сказать. Мы не можем расписать финансов и тому подобное. Окей. Значит, сейчас, кого я скажу, у нас будут семинары. По три дня, пять семинаров, повышение квалификации с 28 марта для своих и чужих других вузов. Мы должны разработать методологию внедрения такого создания центра на региональном уровне. Тем более, что уже министерство пишет своих, ТСЗ своих материалов в создание с 1 сентября. Значит, этот опыт будет очень востребован. Этим уже министерство интересует. Вот, если вот по сути, эта работа еще должна быть тесно связана с общественными российскими организациями по инвалидам, в ОИИ, ВОЗ и так далее. Поэтому Юрий Николаевич, наш как раз шпион там и агент, вот, и помогает всячески решать все вопросы с этими организациями. Они, оказывается, не такие простые. Вот, не так просто решать вопросы. У нас Ирина Николаевна Зарубина. Вот сегодня с нами, я очень рад, спасибо, что пришли, Ирина Николаевна. Представляется Российское общество слепых. Вот, мы должны тесно работать с этими организациями. Я еще хочу сказать, что кроме образовательной программы, мы в этом предусматриваем очень важное следующее направление. Про педевтику студентов. Мы сейчас думаем, что может объединить наш вуз. Тем более, что у нас очень разные программы. Мало совпадающих предметов, да, там, 1, 2 и так далее. Как эти вузы заинтересовывают? Мы пропедевтический блок активно будем развивать. Учит учиться. Учит работать с текстами, запоминать информацию, писать тексты. То, что важно для каждого. Мы будем думать о социокультурной реабилитации и разной интернет-конференции, студенческой конференции и так далее. То есть мы будем использовать сильные стороны сетевого взаимодействия. В результате нам хочется создать консорциум вузов, где Юрия этого нельзя, понятия не такого консорциума, но какую-то ассоциацию вузов, которые учат людей с инвалидностью. Вот. Вот такие дела. Сейчас я хочу попросить Луизу Наридевну и Семена, чтобы по порталу сказать, мы создаем портал. На этом портале мы хотим выложить как можно больше разных материалов по разным аспектам обучения в этой Семене. Для преподавателей, для студентов, для абитуриентов. По разным лозологиям, требованиям, методические рекомендации, пропедевтику и так далее. Дальше. Здесь мы хотим заложить информацию, каких вузов, какие программы есть образовательные. Хочете, если я ссор, он зашел туда и смотрит, в каком вузе есть какие адаптированные программы. Вот. Правда, как мы столкнулись, недалеко-далеко не соответствуют многие реальности. Одно заявлено, второе бывает на практике. И образовательная среда, электронный деканал. Ну вот сейчас мы создаем портал, и мы вам ссылку уже делали, потом вы посмотрите. Так. Лиза Наридовна, а вы подключите, если нет, по порталу? Или Семеновна? Ну хорошо. Потому что уже... Да. Да, да, в пятницу мы делали, да. Вопрос, который у меня очень мало, когда начнется обучение? Уже идет. Когда? Я проясню. Английский не включен в это. Я понимаю, не важно, что он не включен. Мне научиться вот с этим работать, чтобы я уже начала выполнять. Смотреть. Да, инструкцию уже послали. А, вы не включены были, поэтому не всем послали. Хорошо, мы как бы... Смотрите, просто Татьяна Викторовна в пятницу была, мы в пятницу делали первый раунд, поэтому вот эту часть уже слышала. Вот, мы подготовили инструкцию. Семенович будет проводить индивидуальные консультации, чтобы туда заходить и начинать работать. Естественно. Хорошо, да. Вот. Хорошо. Хорошо. Сейчас тогда про портал мы расскажем. Да, естественно, как удобно, да. Как уже сказали в первой части необходимости выполнения, но в результате были проведены следующие работы, был рейтен веб-сервер, был установлен, точнее, куплен адрес oncvco.ru, на который мы разместили по этому адресу. По сетевому адресу разместили портал, который выглядит перед вами на экране, на котором, как уже говорят, будет происходить наполнение всякими материалами. И один блок из, как раз, как уже сказано, основной, это обучающий блок, который построен на платформе Moodle. Кто не первый раз про дистанционное обучение слышит, тот, наверное, каким-то образом слышит подобные наименования. Это платформа, позволяющая проводить полноценное сетевое обучение. В функционал данной системы заложено наполнение не материалами, а материалами для обучения. И как раз такое подразделение в системе построено на уровне учебных курсов. То есть каждый пользователь в системе может получить одну из ролей, начиная от администратора, администратор курса, преподаватель, тьютор и студент. Таким образом происходит обозначение прав и ролей всем пользователям системы. Следовательно, в соответствии с этими ролями преподаватель получает роль преподавателя в каком-то разделе обучающего системы в своем курсе. Если посмотреть, как это выглядит, то войдя в систему под своим логином, паролем, который вы можете зарегистрировать свой аккаунт или же создать учетную запись самостоятельно, но назначить вам или инициировать ваш курс должен, например, я как администратор портала. После этого вы получаете возможность, зайдя под своим логином, паролем, перейти сразу на следующую страницу и получить доступ в свой курс. Сейчас я показываю экраны, которые требуются проходить при авторизации. И на следующем экране, в правом верхнем углу, вы видите подтверждение, что вы зашли под своим именем. Можете просмотреть, настроить свой профиль, профиль имеется в виду учетную запись, изменить пароль, редактировать информацию, которая здесь выложена уже в таком простом отображении для редактирования поля, в которой заполняется информация и подтверждается кнопками сохранения информации. Я добавлю, потому что у нас есть инструкция 1.6 страниц. Да, 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 я просто по-быстрому пробегу. Вот, будет подробное инструкция, но уже сделано. Да, вот, кстати, на учебном портале, первая страница портала, учебный раздел находится немного в следующем субдомене. То есть, если вы набираете УМСВПО, вы получаете на главную страницу портала, но обучающий раздел надо перейти на другой субдомен еду.мсвпо.ру. Название очень легко заприняется. Учебно-методический центр высшего профессионального образования. УМСВПО.ру. На главной странице портала, по пункту преподавателям, есть инструкция по работе с электронным деканатом. Как раз вот та, что была выслана по почте. Ну и здесь вы ее всегда можете скачать. Здесь со скриншотами будет написано и показано все то, что я вам сейчас в прямом режиме рассказываю. Ну, сейчас на экране показываю. После того, как вы прошли авторизацию, и вы можете перейти в свой курс, о чем, в общем-то, все передо мной выступающие призывали, и к его созданию и наполнению. Система Moodle установлена здесь в последней версии, поэтому все функции, облегчающие жизнь и наполнение преподавателя здесь присутствуют. А в реале это нажатие одной кнопки «Режим редактирования», которая появляется в роли преподавателя, появляется тело, или же, как называется, курса в последовательном изложении, который наполнять можно в зависимости от вашей логики изложения курса. Следовательно, верхний блок информационно-новостной, является, в нем можно разместить новостной форум, который используют как доску объявлений. Каким образом, в новостной форум подключены все участники вашего курса с автоматической подпиской по e-mail. Следовательно, если вы разместите туда сообщение, нажмете «Отправить», то даже те, кто не вошли, получат сразу сообщение на электронную почту в свои личные почтовые ящики с ссылкой на то, что есть с форума, с их курса пришло от вас сообщение. По ссылке они также включаются и приходят в это пространство, в это курсо, и изучают то, что вы выкладываете в виде простых, начиная с простых файлов, картинок, презентаций, и заканчивая видео форматами, с этим сложнее по объему загружаемого контента, но, в общем-то, все возможно. Надо только, если очень большой, надо достаточно будет обрабатывать, конвертировать. После входа, еще раз повторяюсь, в свою учетную запись появляется удобная навигация горизонтальная, которая отправляет либо на домашнюю страницу как у студента, так и у преподавателя на обобщающую страницу всех... Например, для студента это важно понять все его курсы, которые ему назначены. Для преподавателя не актуально, у него один, например, курс. Дальше. Календарь присутствует по всей системе, и он очень разварируемый. Можно создавать события по курсу, общие в системе или личные события. Переходим, в основном вам интересен, скорее всего, раздел, а именно область вашего курса. Каким образом происходит наполнение? Вплоть до перетаскивания материала. То есть, если у вас есть простые вордовские файлы, вы можете их либо через меню добавить, выбрать, создать, загрузить файл, добавить, выбрать из своего компьютера необходимый файл, написать описание, название этого файла и загрузить этот файл. После этого он будет находиться доступным в теле курса, либо простым вообще элементарным перетаскиванием файла, вот перетягиванием, вот как я сейчас показываю, вот загрузился файл из вашей флешки. То есть, практически все трудные для преподавателя варианты работы с техническими здесь минимизированы и упрощены. Это в любом формате вас задает вордовские файлы, да? Абсолютно верно, да, да, да. Вы можете загружать курс, наполнять его, соответственно, вашей логике, всевозможными материалами. Это, что касается... Здесь всего присутствуют два типа этих материалов. Одни — это элементы курса, ну, то есть, понятно, что информационные материалы, будь то лекционные материалы, хрестомати, там, я не знаю, картинки, схемы. И вторая часть, чем она будет отличаться от обычных сайтов, а не учебных, тем, что здесь заложена уже функциональная возможность проведения или же программирования на уровне интерфейса системы обучающих модулей. То есть, первым и основным самым мощным модулем являются тесты, и банк вопросов можно также наполнять здесь по всем темам курса, и они лежат будут отдельным хранилищем внутри вашего курса. Следовательно, если у вас сто вопросов по вашей дисциплине, и они каталогизированы, что это тоже представляется по каталогам разбить по темно вопросов темы, то по логике проверки первой темы вы можете создать тест и быстренько подкрепить 10 вопросов из 100 по этой теме к этому тесту. На выходе студент видит то же самое, и вы даже можете вот в реальном времени нажать кнопочку переключиться к роли студента и посмотреть, как видит студент. У него отсутствует функция редактирования, но присутствуют функции просмотра, прохождения тестов, написания сообщений, форумы какие-то, то есть это все уже есть. И это продумано большим сообществом уже много лет назад. Я скажу, как я использую эту возможность по педагогике на дневном отделении. Когда нас начали терроризировать федеральные интернет-тесты, а спасти рук самих утопающих, если ничего не будем делать, нас будут постоянно склонять. Я попросил, сегодня я завел мой курс педагогика, я там завел все интернет-тесты в интернете, я нашел эти большие федеральные тесты, и туда завел и тренировал студентов. Говорю, вот вам зайди, или только как у нас по педагогике, выполнили там два-три разных, 150 этому заданию, можно разбить. И таким образом, ну, можно пемо-лески и в нашем, да, там, давать, отказывать. Но здесь я сделал вот, завел эти все тесты и масса мог программироваться, давать, усложнять, ну и так далее. Это было очень удобно. Попросим, можно? Да. Вот страничка на институте. Можно сферика, Антон. Да-да-да, сейчас объясню. Да-да-да. Разные вещи у преподавателя внешней информации, о контроле не всегда, да? Вот это все настраиваемое. И одним из таким визуальным для преподавателя инструментом, еще одним удобным инструментом для наполнения и настраиваемости, понятия, кому это видно, а кому не видно, во-первых, является в режиме редактирования возможность, так как это только у преподавателя есть это меню, скрыть тот или иной материал, он присутствует, вы его видите, переключается, подключается студент, он его не видит. Другой вариант, можно, ну, это основной вариант, все остальное варьируется там по группам, то же самое можно настроить потоки. Этому потоку одно видно, этому потоку другое видно, но это когда очень много студентов, это мы на дальнейшее опускаем. По доступности кому это видно и кто это видно и кто там вообще у вас присутствует. Есть меню, блоки настройки, пункт пользователей, записанные на курс пользователей. Записаны будут не все, кто хочет, а только те, кто по списку должен участвовать в этом гранте. То есть не более 75 человек, которые мы знаем, кто они, мы знаем, что они и они должны изучить, подключиться на этот курс. Это регулирует администратор, куратор, ну, проект, да. Логика понятна. Если мы смотрим, что список у нас пуст, значит, никто и не видит. К вам, то есть вот как Елена Викторовна сказала, подключите меня, я буду тренироваться. Вот все то же самое, Татьяна Викторовна, вот, она будет сама одна в закрытом пространстве, потому что если я разлогинюсь и буду искать этот курс и не авторизованный, даже авторизованный, но не подключенный к этому курсу, мне будет просто кнопочка, вы не можете загрестироваться на этот курс. Система позволяет взять и открытый курс, и доступ гостям по паролю кудом и слов. В принципе, это все есть, но это надо иметь в виду, что сейчас мы строго идем в рамках выполнения. можно ли будет загружать аудиоматериалы, потому что есть прекрасные аудиокниги, там и по Выгодскому есть аудиоматериалы, это возможно. Вот здесь я как раз показал примеры загрузки как видео формата, ну вот да, вот есть вариант загрузки виденного видео лекций, которые когда-то все что угодно вплоть до У нас есть аудиоматериалы выделены с видео, большой архит, который мы мало больше. Мы сейчас это подключаем, потому что для не тряпчиков это ответ да, только вариант по объему спорный. И здраво поскольку у нас у многих есть какие-то базовые учебники, которые мы используем, вот не предполагается создание какой-то лекина вот этого или то на библиотеке, то есть не кажется, что выкладывали там свои эти учебники? Теоретически смотрите, смотрите, еще одним простым, то есть как я показал, здесь в этом списке элементов курса зачитываю, что может быть анкета, база данных, вики, внешнее приложение, глоссарий, задания, лекции, опрос, пакеты, скорм, семинар, тест, форум, чат, это только информационный вопрос, и ниже гиперссылка, если у вас ресурсы вне открытые, вы просто вставляете в курс библиотека, там электронная библиотека университета, все нажимают и уходят туда читать, то есть необязательно загружаемые внутрь, если есть внутренний ваш контент, то он загружается внутрь, ну и также может ссылки... Абсолютно, да, да, да. У нас библиотечные фото очень ограничены, и мы вообще связаны, это ограничено, что жутко просто. Вот какие-то ресурсы из интернет-литературы, я могу сюда... Ну я только что об этом и сказал, что в принципе... технически это все возможно. ...туда можно разместить, никто не приедет витурс, в вашем... Нет, если это открытый интернет-источник, вы прикрепляете не файл сюда, а ссылку на этот ресурс, и все. В принципе, разница только в этом. По материалам, сейчас по тестам это сложная практическая работа, которую надо просто на слух так не поймешь, надо пробовать и заниматься. По части проведения онлайн-занятий, то есть система Moodle построена все-таки изначально, планируется, и в основном его преимущество за счет офлайн-организации учебного процесса. Почему преимущество? Потому что все-таки все живут в разных местах, с разными графиками, и зайти на форум ответить. Кстати, форумы тоже подписываются на e-mail, и вам приходит сообщение, как только там кто-нибудь студент вам напишет. Следовательно, вы можете прям по ссылке из поста перейти и ответить сразу. Задание или тестовые вопросы, ну не тестовые, задание, если в виде файла прикрепляется, вам также может уйти письмо, что пришла новая работа, надо на проверку. Мы вот грыжу эту отрезаем, то, что мы делали на факультете, мы всех зарегистрируем у себя, передаем вам, от вас забираем, передаем обратно сюда. Отсюда вы напрямую получаете сообщение о новой работе, поле с оценкой, поле с оценкой, по которой надо оценить, и поле с комментарием по желанию. Следовательно, как только здесь регистрируется, то есть вы наполняете, создаете новый тест, в таблице оценки появляется новый столбик с этим новым тестом, в который автоматически после прохождения студентом этого теста появляется его оценка. Вы можете сводную статистику увидеть в отчете по оценкам и следить, кто сдал, кто не сдал. То есть много, функционал очень расширен, что просто глаза разбегает, поэтому я вот основные идеи сейчас доношу, в основном все, что есть, все, что мы можем, мы переносим или как бы деваться некуда, и хорошо, что есть опыт, ну, у меня, например, которым я делюсь, и, в общем-то, сейчас, но система удобная, плюс в том еще, что плюс, еще один плюс, перед кейс технологии, во-первых, преподаватель записывает видео лекции, электронные учебники, отдает сюда, мы их упаковываем на компакт-диски, там, копируем компакт-диски, выдаем студенту, потом преподаватель думает, здесь надо что-то поменять, и все, и это заново невозможно вернуть, потому что диски не так просто пережить. Здесь алгоритм простой, вы в любом месте находитесь метро, зашли хоть с мобильного телефона, написали сообщение в форум, все пошло, придумали, что здесь надо будет сделать тест или исправить лекцию, загрузили новый файл, видят все новые файлы. Плюс еще для преподавателя, что разрозненные свои наработки вы можете упаковать в одно место. И плюс к этому всему этот курс можно будет потом заархивировать и с собой на флешке унести в другую муду. А можно попадать в другую. А что? А нет, кстати, в кратчайшие сроки взаимодействие с другими вузами один из параметров или же один из пунктов в какой системе вы обучаете. Если в муду, вообще проблем нет. Это берется их курс и разархивируется здесь в полном комплекте. Так что это большая польза и облегчение. Плюс то, что это не привязано к университету, а это можно по интернету сделать, благо он сейчас везде доступен. Ну вот прямой пример. Вчера лекция неправильно установлена была, время неправильно установлено. Мне Ирина Валенина звонит, а я в метро. Ну что делать? Ну я еду. Она говорит, мне лекция недоступна. Я захожу с мобильного, вижу, что там не 18.00 просто открытие, а 19.30. Ну меняю 18.00 и все, пошло. Ну то есть есть преимущество. Ну да. Значит, это что касается оффлайн содержимого. То есть оффлайн очень позволяет людям хоть ночью почитать, хоть прочитать, хоть утром, кто когда работает, в отличие от онлайн занятий, которые у нас никто не отменял. Кстати, в одном из вузов вот в том же Южноуральском хитрые, ну или как сказать, мудрые вообще очные часы убрали за счет дистанционных. И так, ну, провели. теоретически видеокурс, он же тоже часы, вычетки засчитывается, но это у них. У нас идет, никто не отменил, вечерние занятия трансляции, и для преподавателей, которые здесь будут все-таки участвовать, получается такая, ну, не страшная ситуация, потому что мудрыми или технологиями, я попробую продублировать. Но вот студента сложнее, ему привычнее было посещать на странице расписания на нашем сайте факультета, переходя через ссылки, но появились новые 40 человек, или сколько там, Арина Валерьевна? 40? Сколько? Ну, почти 40 человек, чужих. Они по нашему алгоритму не могут работать, но им нужны эти трансляции. Что добавлено здесь? Что добавлено здесь? Ну, написан такой модуль, кстати, из того разнообразия того, что было показано, еще целая репозитория с тысячами модулей дополнительные можно доустанавливать. Ну, о чем речь. Но смысл вот об этих семинарах, то есть, то, что вы сейчас будете спокойно через страницу трансляции вебинаров проходить, студенты, которые удалены, не наши, а из других вузов, будут заходить через нами запрограммированные дубликаты этих видеолекций. Выглядит они будут ну, просто вот из курса они будут видеть, что у них я тут только что хотел, точнее, уже делал, у них будут с нашим логотипом вот такие вот лекции, лекции, с такого-то времени идет такой-то преподаватель, вот я, сейчас пока сидели, сейчас я пока сидели, вот наше собрание, хотел, Денис, а у нас ведется что-нибудь? ведется, ну, я хотел синхронизировать, просто она не с того сайта, ну, понятно, понятно, а его сейчас выключать вообще надо, да, то есть, это, к сожалению, вот, так сказать, издержки производства, в том плане, что но это априори, что полезно оффлайн тем, то есть, те лекции или видео-лекции или ауди-лекции как материалы файловые, конечно, смотрятся и читаются в свободное время, занятия, которые онлайн идут в онлайн-режиме, но в определенное время, и в этот момент студенты других вузов подключаются через этот курс, вот через этот модуль, просто нажав в нужное время и включившись в процесс. Я добавлю, мы взяли временной пояс через два часа в Челябинске, пока больше не брали. Если у нас шесть, то там восемь, да, чтобы они могли в вебинарах участвовать. Но мы еще включили этап 3-4 курса, который больше оффлайн. Тоже, пропасы, у нас в этом семестре эти предметы не читаются, но мы даем доступ к ним, самостоятельно изучают, преподаватель может провести несколько консультаций, и все. То есть, такой вариант будет. А, ну вот, кстати, идет наша лекция, я сам себя вижу, как студент зашел бы и посмотрел. Здесь у нас немножко мониторчик другой, но это обычная трансляция, то, что мы ведем для студентов. Вот сейчас нас смотрит там 13 человек, и я вижу как раз незнакомые фамилии, возможно, гостей. Мы подключили наших коллег, вот Наталья Сергеевна есть из Саратовского университета, то есть, мы координатором из других курсов, которые работают под студентами, всеми студентами, поэтому сегодня у нас есть коллеги из других курсов, которые... Здесь при чем? А? А напишите в чате кто-нибудь, для того, чтобы я сказал, что вы нас слышат? А не слышат, слышат. Да, мы всех приветствуем, мы в одной лодке, да, вот аплодируют ваши преподаватели, Елена Васильевна хочет отдельно что-то сказать. Мы всех приветствуем, все смотрим, да, в камеру и говорим, на связи будем работать. Добрый вечер, Наталья Сергеевна. То есть, вы в этом курсе сможете спокойно проводить онлайн занятия, так что технически все готово. Я выхожу отсюда, нас продолжают слушать. Это стало таким вот таким техническим шагом, чтобы подключить других. Вот, пожалуйста. Кстати, заодно мы нашим коллегам показываем формат разгляться мероприятия, да, как нашим студентам из этого аудитории пойдет разгляться гензиконсультация, и так далее. Мы сегодня подключили наших коллег, говорим, смотрите, вместе будете сами, заодно мы будем обсуждать, моблировать единственное дружную компанию, а зато знакомство с технологией. Ну, что добавить или убавить? Надо пробовать, надо пощупать это собственными руками, понять, насколько это удобно или неудобно. На первом этапе, вот сколько я уже опыта имею, самый сложный это начал. Потом, когда это все лежит, это только меняется группа за группой, и алгоритм настраивается вплоть до настраивать алгоритм прохождения курса можно вплоть до автоматизма, назначив условия прочтения этого, например, первой лекции и запрограммировать вторую лекцию невозможно начать без проходного теста на положительную оценку больше 9 баллов, пока он не сдаст, она не откроется. То есть возможности громадные, достаточно уже просто сделанный интерфейс, чтобы даже без инструктивного материала просто нащелкать его. А если ввести инструкция для преподавателя и кодовое слово Moodle, то в интернете вы найдете просто безграничное видео, аудио, текстовые инструкции, одна из них была мной также продублирована с нашими скриншотами. 1648, у меня все вроде бы. хотя вопрос здесь. А можно посмотреть, какой человек? Ну, посмотрите, значит, как всегда, труднее вначале. Туда загрузим, в принципе, это не трудно, поработать по инструкции, пройти инструктаж, подойти к себе, поделать, и там тесты создать. Это ничего сложного нет. Но зато мы, когда создаем, можно так, доступ, видно, не видно, там, студенту, то есть много разных сейчас мы где-то в парках вешаем отрежат, думаем, а как вытащить презентацию новую, быстро не сделаешь, правильно? Это не запрограммируешь во время занятия. А если здесь запрограммировано, я могу взять вопросы для проверки знаний, запить эти вопросы, те, которые мне сейчас должны карточки поставить и задание студентам выполнить. То есть это такая автоматизация в какой-то технии рабочего ручья. Хорошие друзья. Это хорошие друзья. Да, да, да. Итак, смотрите, те преподаватели, которые будут работать, они будут уже заходить в учебный предмет, там есть пространство, там расписание, там выходим на вебинары. Показали, как вебинары там? Ну, здесь отдельным блоком будет онлайн занятий, в каждом курсе, который... В каждом курсе, здесь уже будет преподавание, тогда вы будете со студентами работать. Это существенный шаг вперед к тому, что мы делаем. Вот, по большому счету, так и должно быть. Сетевое взаимодействие, вот это заставляет делать более современный вариант. Да. Да. А вот если, допустим, загрузишь тесты и там все презентации, а в результате твой предмет так и не будет включен в эту систему преподаваемой дисциплины. Нет, сейчас нет, я не про сейчас говорю. Я вообще говорю. А может быть, мой предмет вообще не будет включен в эту систему? Он будет, потому что мы, естественно, будем психологию туда загружать. В этом семестре мы студентов пока не подключаем, да, и этот предмет уже был в прошлом, да, семестре, поэтому как бы прошел. Но в следующем году это уже будет, мы все равно продолжим работать в этой системе, и уже в сентябре ваш предмет будет для всех студентов. Поэтому полгода у вас есть экспериментирование. перспективы можно сказать все преподавать? Да. Сейчас мы взяли по каждому семестру 3-4 предмета. 3-4. Но с 1 сентября мы должны взять почти 100%. Да. Восторг Александр Александрович. Мне бы хотелось вообще вот вся теория, мне бы хотелось посмотреть какой-нибудь курс более-менее образцовый, чтобы увидеть вообще как живьем все это происходит. Отвечу. У нас нет идеальных курсов, потому что у нас была включена в процесс даже на нашем факультете есть технология. И мы все материалы... Вот для этого мы инициируем вот это вот этим собранием. Потому что без преподавателя это сделать невозможно. Просто дайте роли преподавателя вот хорошо. хорошо. Вот сегодня отправляются условия. Это не обязательно, чтобы он был... Нет, вот это отправная точка сегодня. Поэтому... Есть вот... Есть вот... Есть вот... Нет, здесь пока ничего нет, стартовая точка пока у нас. А так, в принципе... Решающие мы делаем простого показательные. Я постараюсь по педагогике это сделать и беру на себя обязательства. Вот, кто-то еще подключится. мы сейчас еле успеваем по ходу студентов обучать, вот преподавателей инструктировать и так далее. Структурно вот 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 здесь, знаете, структурно модели нету нету образца. Здесь такая вариативная не... Смысл в том, что здесь творчество преподавателя превыше, чем образец, который ему задали. наступит после того, когда он что-нибудь посмотришь и начнешь сам делать. Хорошо, что-то надо начинать. В связи с этим сегодняшний совершенно правильный наши студенты говорят, дайте примеры эссе, рефератов и так далее. Надо дать пример предмета заполненного учебной дисциплины. профессор РГБУ профессор РАД и ФРАД и ФРАД и ФРАД и ФРАД Спасибо, Борис Иванович. Лена Иванович. Да. Я в МГППУ давно работала и поэтому чувствую себя как здесь, как своя. Поэтому вопрос задаю спокойно и свободно. Борис Бронич, вот когда создается лекция, это лекция записанная в аудитории в прямую или можно писать ее сидя дома за, так сказать, за компьютером лекцию, например, я встала, разложила книжечки на столе, открыла компьютер, веб-камеру поставила и сижу ее читаю. И, так сказать, в реальном режиме времени идет. Или может быть ситуация, когда я могу заранее создать, вот есть сейчас просто возможность в 3D формате, вернее, не в 3D, в виртуальном пространстве читать, вот как в виртуальной студии. То есть за мной разные экраны, там выступает одна информация, другая, там в каком-то, да, и я в окошке как в веб-камере сижу, могу заранее записать вот этот вариант, или какие, так сказать, форматы здесь или обусловлены, или эта тема вообще открыта и не кодифицируется как-то. в режиме редактирования преподаватель в курсе получает возможность загрузить. Что он будет загрузить? Что он будет загружать? Либо вы сделаете в PowerPoint-презентацию, либо вы сделаете в 3D видеоролик, и это будет видеофайл, вы его загрузите. Это все зависит от ваших требований, да? Требований есть по программе, часы, темы, а материалы, ну, основная литература, а так как представлен курс, я, конечно, не цензор, который должен вам сказать как-то, но технически вам возможности есть. Единственное добавлю, что здесь автоматическая запись не предусмотрена. То есть, допустим, мы пока не планировали, что вы ведете семинар, нажали кнопку и все записывается. Хотя это целесообразно было бы. Но это непосредственно. Вживую можно реагировать на хотя бы запись, которые идут. Ну, как идет ваша конференция всегда, вы видите и вживую можете ответить обратную связь на все часы, которые идут. Это вот вживую, фактически. Некоторая помарочка. Мы говорили о LMS Moodle о целой системе, которая изначально рассчитана на выкладывание курса с материалами оффлайн. И в него, в этот курс, мы еще строили отдельный самостоятельный формат, но в рамках этого курса онлайн занятия. Вебинары. Вебинары. То, что мы отдельно... А можете тебе там показать? Где в утрое? То есть интернет-проференция мы проводим, там предмет уже встроен. Просто сделана интеграция к оффлайн-курсу. Да, мы подключили, чтобы была доступность в этом курсе онлайн занятий. Если трансляции, как сейчас, они у нас записываются автоматически, и эту запись можно потом прикрепить и всем посмотреть, то один другой формат, формат вебинара, который мы сами в два с половиной человека написали и сами его реализовали и этим пользуется факультет, там нет возможности записывать автоматически на сервер, но можно записывать с привлечением дополнительного компьютера и человека. Вот это есть такая недоработка на данный момент. Ну, пока у нас не было острая необходимость принимать, если все вебинары записывать и так далее. Во-первых, это и файловое пространство, и рисунок. И так студенты переполнены содержанием. Если повышение курсификации, это одна ситуация. Добавлю, добавлю. Только предметов, если много раз еще просматривают, может быть, что-то им полезно. Добавлю очень ценного к тому, что кроме оффлайн-курса и материала и включенных трансляций по всему семестру из шести месяцев, записи вот в таком формате в виде лекции будут записываться. И эти файлы, я думаю, что будут здесь присутствовать как пройденные для просмотра, но не в формате интернет-конференц, который мы используем для семинарских занятий. Изначально просто и технически невозможно, но и вот такая ситуация пока сейчас. А вот трансляции, как сейчас ведутся, они будут в виде файлов подгружены. имейте в виду, вот то, что вот как сейчас, если такая ситуация, то автоматически делается в виде запаса. И наши подвешивали в расписание. Речь идет вот об этом. И сейчас можно сюда будет подвешиваться. что у меня давить слово спросить. Я не знаю, ракомариваю, ракомариваю. Я уже устал руку держать. Вопрос у меня там уже долго. Значит, насколько я понял, допустим, я хочу записать лекцию свою «Говорящая голова». Сейчас должен к Семену прийти, мне поставят в эту штуку, я сяду сюда, там, и вот ля-ля-ля-ля. Записать. Теперь у меня есть другие варианты. А? Есть другие варианты. Так я вот говорю, первый вариант. Второй вариант. Так это тоже можно сделать? Можно сделать сейчас все. Да все. И я спрашиваю. Вот я могу так. Теперь я никуда не хочу идти, никого не тревожь. Я сел, взял какую программу, вот там, и перед, вот как вы сказали, да? Ну да, все делали. Ребята, веб-камера передо мной, и ля-ля-ля-ля-ля-ля. Значит, мне нужна какая-то программа. Какую порекомендуйте? Так, Семен, ведь в Ютубе есть. Бронис, как передовой пользователь, вам может все рассказать. Все за этим программам. Нет, я могу уже готовое положить, а записать как-то. Смотри, там-сам-сам, есть много, есть много программ, и среди них... ну вы нам какую-то одну парик, мы все вот в одной связке. Сейчас... Много. Я, конечно, беру, сейчас вам художество. Сейчас самая, сейчас самая сложная проблема, это проблема выбора. Поэтому нельзя, что только... в Ютубе есть сервисы, открылся сервисы записи видеороликов. Если у вас есть веб-камера, вы нажали на кнопочку записать видео. Спасибо. Включается веб-камера, вы на нее наговариваете, нажимаете на кнопочку стоп, у вас появляется ролик с адресом, вы вставляете адрес или скачиваете этот ролик, загружаете его в курс и называете видео-лекция от Сангхановича Андрея. Замечательно. Ну вот другой вариант, первого января я вам посылал по новогоднее послание. Это было записано в специальной программе, где актер английский язык. Помните? Показано. Там тоже, там небольшое окошко. Но тоже можно это сделать. Ну, в принципе, это надо дальше... Потом перейдем за видео. Добавить видео. Самое любопистое. Добавить видео можно в виде файла. Да. Да. Объясните, пожалуйста, непонятным... Да, дети. Вот сейчас мы работаем... Мы все закрыли ФГС-3. Сейчас нас мучают ФГС-3+. Да. А сегодня я услышала, что еще будет ФГС-4. Можно ли сразу от ФГС-3 перейти к ФГС-4, минуя ФГС-3+. ФГС-3+. О, представляете? Это не грозит. Нет, минуя 3+, не удастся ничего. Мы аккредитацию проходим по 3+. Через 2 года будет 4. Кроме смены компетенции идет уточнение и увеличение все укрупнения. Будет ли изменение перечень дисциплина и число, самое главное? Наверное, будет. А чего не задали проректору? Надо по-моему это его компетенция. Да. Он решит, наверное. Вот. Поэтому... ФГС-3+, а там не уйдет. А ФГС-4, когда вы у нас... Через 2 года. Сколько через 2 года? Да. Да. То есть 2 года на 2 года? Где-то в течение 2-х лет это придет. Да. Еще какие вопросы? Нет? Тогда подводим итоги. Первое. Спасибо, что нашли время. Это важный наш разговор сегодняшний. Мы сделали видеозапись. Будет, можно будет посмотреть еще, вернуться и так далее. Второе. Мы сделали первую инструкцию. Есть в бумажном виде с крышетами, по которой можно делать. Третье. В этом семестре только час преподавателей подключается, час пока поэтапно готовится к 1 сентябрю. Поэтому мы будем поэтапно, по логинам, можно зайти, начать работу. Студентов. Студентов не будет. Студентов. Студентов занятий не будут в этом формате, но туда набирать и так далее. Вот. Четвертое. У нас будет повышение квалификации. Нам обязательно надо будет и сертификаты получить. Это будет ЧСПК, официально. Вот. Это как бы будет дополнительно. Следите за электронной почвой, мы вас будем информировать и так далее. Сейчас наша задача наших студентов других вузов грамотно подключить, наших студентов сориентировать, у них раздвоение происходит, как у личности, потому что часть занятий идет в старом удле, часть в новом. И некоторые из них очень тревожны и переживают, куда мне пойти, да, на свидание. Вот так. Поэтому пока мы со студентами сейчас много работаем, чтобы все подключились, все поняли, куда входить и так далее. Когда мы решим эту задачу в течение двух недель, мы будем уже решать другие задачи с преподавателями и так далее. Кто работает в этом семестре? Посмотреть инструкцию, посмотреть сегодняшнюю видеозапись и пройти индивидуальный инструктаж еще Семена Юрьевича, да. Но сперва самостоятельно попытаться разобраться, если вопросы, всегда проконсультировать. Инструкцию не всем, я только выслал тем, которые уже работают. Но я вышлю сегодня тогда всем, чтобы поэтапно уже начинали. Для того, чтобы работать, надо зарегистрироваться, получить логин и пароль, и уже тогда можно в своем кабинете начинать работу. Это сегодня один из первых таких разговоров. Я надеюсь, что через месяц мы, когда уже преднедем опыт, понадобится, еще сделаем, да. Но это обратного пути нет, это стратегические перспективные направления. И это мы работаем уже с рядом вузов. Поэтому, завершая, хочу поблагодарить представителей наших других вузов, которые любезно согласились, несмотря на то, что им дополнительная нагрузка, но ради студентов с инвалидностью подключились к нашей программе, да, вот, и начинают активно вместе с нами двигаться. Им большое спасибо от всего нашего коллектива, и мы будем продолжать нашу работу. Да, всего наилучшего, до свидания.